Всем привет! Дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Приветствую вас! В этом ролике я расскажу вам о таком известном российском актере театра и кино, которого зовут Илья Любимов. Илья Петрович Любимов, он же урожденный Шлезингер, но он взял фамилию матери, потому что мама его Наталья Николаевна Любимова. Родился 21 февраля 1977 года в городе Москва. Как говорил актер, он очень благодарен своим родителям, в том числе и за то, что не помешали ему найти свой собственный путь в этой жизни. Моим родителям было со мной невероятно сложно, но они очень смиренные люди и очень терпеливые. Они принципиально представляли мне возможность самому оступаться и самому выбирать. Они всегда были готовы прийти на помощь. Родители окружали меня ненавязчиво любовью, и именно эта любовь в какой-то момент растопила мое сердце. Они отдали мне самое дорогое это время. В связи с ранним началом творческой деятельности, Илья сложно приходилось в школе, поэтому он сменил несколько школ, а в итоге заканчивал школу экстерном. После 9 класса Илья решил получить профессию программиста в лицее при Мехмате Московского государственного университета. Там проучившись год, после чего в 1993 году по совету брата Илья поступил вольным слушателем в ГИТИС, «Мастерской Петра Фоменко». Во время учебы он был занят в таких спектаклях, как «Идея господина дома», «Свадьба», «Дачники», «Школа для дураков», «Гарпаганиада» и «Несвятые святые». Илья служит в Московском театре «Мастерская Фоменко». В 2000 году он стал лауреатом премии «Чайка» в номинации «Некоторые любят погорячее» за дуэт Ксения Кутепова в спектакле «Семейное счастье». В 2001 году был удостоен театральной премии категории «Начинающие» за лучшую эпизодическую роль в спектакле «Одна абсолютно счастливая деревня». Дебют в кино Ильи состоялся в 1999 году. Там он сыграл в короткометражке, которая называется «Утро. Не время для девочек». Затем была эпизодическая роль в сериале «Гражданин начальник». После этого Илья сыграл еще несколько небольших ролей, но самая заметная из которых была роль художника в военном детективе о советских разведчиках, который называется «Красная капелла». Ну а самую широкую узнаваемость и любовь зрителей ему принесла роль Александра Воропаева в суперпопулярном и всем известном сериале, который называется «Не родись красивой». Несмотря на то, что его герой сплошь отрицательный, но блестящая игра Ильи сразу сделала его любимцем зрителей. Также известно, что Илья снялся в клипах Влады Касты, который называется «Сестра и сочиняй мечты». А также он пишет музыку. Рост Ильи – 185 см. О личной жизни известно немного, потому что Илья не любит распространяться на эту тему. Известно, что он женат. Жена его также актриса, которую зовут Екатерина Вилкова. Эта пара поженилась с 1 мая 2011 года. 11 февраля 2012 года у пары родилась дочка, которую назвали Павла. А 6 апреля 2014 года родился сын, которого назвали Петр. Как рассказывает Илья, до 28 лет он просто прожигал жизнь. Посвящал ее жизненным удовольствиям, включая и его многочисленные романы. Кроме того, по собственному признанию Ильи, он перепробовал все виды наркотиков и даже загремел из-за этого в тюрьму. А затем он решил креститься. А именно Вера, по его словам, в конечном итоге и привела его к браку с Екатериной Вилковой, которая также глубоко верующий человек. Сначала я увидел ее во время фотосессии. Как меня туда занесло, я не знаю. Был весь заросший с бородой. Шел великий пост. Надо сказать, что к этому моменту я уже 2 года жил в воздержании. И однажды ощутил, что совершенно спокойно смотрю на женщин. Как на девочек в детском саду. Как на бесполых существ. А она все это время, как потом мне признавалась, думала, что это за человек, который видит меня насквозь. Так прошла наша первая встреча. Она фотографировалась, а я на нее смотрел. Вспоминал актер. Затем они встретились в пасхальную ночь. Богослужение уже подошло к концу. Народ причащался. И я вышел в притвор и вдруг замел. Там стояла она. Моя. Я это точно знал. Вы не поверите, блондинка с голубыми глазами. Это была Катя. Ноги сами направились к ней. Губы сами складывали звуки в словах. Христос воскрес, произнес я. Все сложилось как бы случайно. Она была на каком-то концерте со своей подругой. Та уже ходила в наш храм и предложила заглянуть. Перед тем, как вступить в брак, они год встречались. Причем за все это время даже не поцеловались. Затем у пары были венчания и свадьба. Пожелаем Илье и его прекрасной супруге, а также им чудесным деткам. Долгих и счастливых лет жизни. А Илье и Екатерине достижения всех намеченных вершин. Как в актерской карьере, так и в личном и семейном счастье. Пусть у них все будет хорошо. Если вам понравился этот ролик, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, подписывайтесь. Впереди еще много интересного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok